Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Сегодня я пришла формировать свои дыни и хочу вам показать как это делается. Потому что дыни мы формируем совсем не так как арбузы. Кардинально различается формирование дынь. И от формирования кустов дынь зависит получение хороших ранних урожаев. Если вы не будете формировать дыни, урожаи вы конечно получите, но намного позже. Объясню почему. Потому что если про арбуз я говорила, что мы вот этот центральный стебель оставляем, закручиваем и он нам нужен, на нем образуются потом, ну как плодики будут наши арбузики. То у дынь все наоборот. Центральный стебель мы должны удалить, потому что большинство завязей образуется на побегах третьего порядка. Мы должны стимулировать, чтобы побеги третьего порядка выросли как можно дольше. Я специально не стала подольше обрезать, чтобы объяснить вам, что это означает. Вот этот центральный стебель, который вырос, который мы у арбуза оставляем, у дынь мы должны обрезать, чтобы стимулировать образование вот этих вот боковых пасынков побеги второго порядка. Вот первый вот этот стебель, который вырос, считаем 5, 4-5 листьев оставляем. Так вот, узлы считаю, раз, два, три, четыре, пять. Все, как бы вам, какая бы хорошая у вас дынька не была, не жалейте, обрезайте центральный стебель. Все, дальше этот стебель нам не нужен. Нам нужно, чтобы как можно скорее выросли пасынки, побеги третьего порядка. Именно на них раньше всего образуются дыньки. Это нужно делать, конечно, в то время, когда дыня еще маленькая, но я вам просто для наглядности вот такую здоровую вырастила. А вообще вот молодая дыня, считайте, раз, два, три, четыре, пять. Четвертый, пятый лист. Еще никаких нет ни пасынков, ни побегов у нас тут. Обрезаете все. Она остается вот такая, коротышка. Вы ее подвязываете на шпалеру, но она нам не нужна. Мы будем ждать вот этих вот, которые из, видите, вот маленькие пасынки, из пазов, которые образуются. Мы будем их ждать, чтобы тоже, опять же, прищипнуть. Вот выросли эти пасынки, побеги второго порядка. Опять считаем. Раз, два, три, четыре, пять. И снова прищипываем. Мы прищипываем их для того, чтобы не верхушка росла, а вот с этих пазух выросли пасынки, побеги третьего порядка. Вот на них-то и формируются дыни. На них большинство женских цветов будет много завязи. Потому что, если бы мы оставили центральный стебель, она бы могла два-три метра дальше тянуться в длину, и завязи дынь было бы мало. А вот на этих пасынках, на побегах третьего порядка, будет завязь вот на этом пасынке, который мы отщипнули второго порядка. Оставляете, ну потом я вам покажу, сейчас не буду голословно. Будем оставлять те, на которых цветочки с дыньками. Все. Вообще это нужно делать в два захода. Я пришла, потому что у меня уже они большие. Делаем в два захода. Когда дыня вот такая молодая, раз ее прищипываем, второй раз приходим. Когда появились пасынки, побеги второго порядка, их прищипываем. И потом, когда уже побеги третьего порядка появятся с завязью, там будете формировать. Так же, как на арбузах, оставляем 4-5 плодов, в зависимости от сорта. Если сорт мелкоплодный, как колхозница, можно оставлять меньше. Если лето жаркое, можно оставлять больше. Но если у вас крупные, такие крупноплодные дыни, как медовая, там еще какие-то, оставляйте плодов меньше. Много плодов дыня, так же как арбуз, не осилит. Особенно, если короткое лето, вот как у нас в Сибири, 4-5 плодов на одно растение достаточно. Сейчас я их все обрежу, привяжу. И снова сюда не буду заходить очень долго. Пока не вырастут, вот на этих молодых, например, пасынки. А эти пока не появятся у них цветы с плодиками. Все. Дыня любит очень солнечные места. Выбирайте для них самые солнечные, самые теплые места. Засухоустойчивые, любит жару. Это, конечно, растение южное, оно не очень приспособлено для сибирских, для северных районов, регионов. Но все равно. Вот такие мелкоплодные, скороспелые, как колхозница. Потом какие там еще есть. Золотистая, луна, южанка, маленькие, с килограммовыми, полтора килограмма плодами. Они завязываются и вызревают, успевают вызревать очень хорошо. Когда появятся плоды, я покажу, как я подвязываю их к сеточке. Кого интересует формирование арбузов, оно кардинально отличается от формирования дынь, заходите на страницу, видео уже есть, я уже их прищипывала, уже все это снимала. Страница в Одноклассниках, Ольга Чернова, 56 лет, город Бийск, Алтайский край. Все. Сегодня буду снимать видео, как опылять арбузы вручную, потому что их сложно, они сложно опыляются сами. Все эти видео будут у меня на странице и на моем канале. До свидания. Добавляйтесь, друзья, получайте по рассылке все мои видеоматериалы. Желаю вам всем научиться выращивать арбузы и дыни. Это очень просто. Просто нужно знать некоторые правила. Обо всем вам расскажу. До свидания.